Друзья, всем большой привет! Представляю вашему вниманию необычные мемуары офицера русского корпуса. Это белые, сражавшиеся за немцев во время Второй мировой, о создании советской роты. Сейчас многие мысли этого офицера покажутся каким-то бредом, но писалось это на полном серьёзе. Он описывает опыт набора советской роты из числа советских пленных, которых поставили воевать за немцев в рядах белогвардейцев. Чем это закончилось, узнаете из данного видео. Желаю вам приятного прослушивания. В середине марта 1943 года по инициативе германского командования и без какого-либо участия штаба корпуса на банницу прибыла группа военнопленных красноармейцев в 300 человек, из которых были сформированы первая и вторая особые роты. После пройденного курса строевой подготовки и полевого обучения по немецкой системе роты были отправлены в полки. Вторая особая рота, командиром которой был назначен я, вошла в состав третьего полка девятой роты. Таким образом, в корпус влились новые пополнения русской крови, братской по происхождению, ценность которых предстояло проверить на опыте. Результаты последнего вскоре выяснились, и читатель убедится из предложенных его вниманию фактов в несоответствии их с ожиданиями. Командный состав роты был назначен из старых полков, удостойный лучшей аттестации с боевым прошлым или прошедших подготовку в наших эмигрантских патриотических организациях либо в зарубежных кадетских корпусах. Можно представить, с каким подъемом эти начальствующие лица готовились к встрече со своими будущими подчиненными, выходцами из-за чертополоха. Вообще же, весть о прибытии советского пополнения вызвала в частях корпуса большую сенсацию. До сих пор мы как бы застряли на мертвой точке, особенно после расформирования нашего четвертого полка, контингенты которого пошли на пополнение первых трёх полков. С прибытием новых, да ещё к тому контингентов, молодых возрастов, количество которых многоустная молва довела до фантастических размеров, ожили надежды, пришибленные до этого неприглядной действительностью. Верилось, что возродится русская армия, снимет с себя чужестранный покров и пойдёт спасать свою родину. Мои переживания, как ротного командира, были особенно сложны. Как подойти к этим людям? Как их привлечь на сторону белой идеи, носителями которой мы были? Как вытравить из их душ яд коммунизма и весь ссор большевистского углубления? Эти вопросы меня очень волновали. Подойти к ним, не мудрствуя лукаво, стать только их командиром я не мог. Для меня главным вопросом был воспитательный. К нему я и приготовился, наметив беседы и посещение их в часы досуга. От своего командного состава я потребовал аналогичной работы. Пока я ехал до баницы в сопровождении поручика Караваева и юнкера Мариюшкина, назначенных на унтер-офицерские должности, в моей голове создавался план предстоящей работы. Все мы трое были захвачены предстоящей деятельностью и с волнением вошли в казармы, закончив своё трёхдневное путешествие. Представившись своему начальству и познакомившись с чинами командного состава, я приказал построить роту. С чётко бьющимся сердцем я подошёл к строю. Передо мной стояли здоровые, рослые люди, особенно первый взвод, который годился для любого гвардейского полка. Общий вид людей произвёл на меня прекрасное впечатление. Обмундирование обувь в отличном состоянии и хорошей пригонке. Равнение, выправка людей безукоризнены. На моё приветствие последовал дружный ответ. Долго я проходил вдоль строя, всматривался в лица и глаза. Мне хотелось уловить во взгляде их эмоции души. Отражает ли она чувство примиренности, а ещё лучше — радость встречи? Или там зловещая ненависть? Но на этих лицах и в глазах я ничего прочесть не смог, кроме любопытства. И вспомнил я своего старого российского солдата. Как легко было с ним, всегда его глаза светились преданностью и той готовностью следовать за своим начальником, куда он его поведёт. Закончив обход роты, я обратился к ней с речью, указав наши задачи бороться с коммунизмом, освободить нашу общую родину от порабощения и создать в ней долгожданный гражданский мир для блага всего русского народа. Слова мои касающиеся родины вызвали могучее ура после конца речи. Со следующего дня начались регулярные занятия уже под моим наблюдением. Формирование почти было закончено до меня лейтенантом Флегинским. При мне прибыли последними в кадр командного состава студенцов из Телецки. Оба подтянутые и видные, особенно первые, обратившие внимание своим гигантским ростом. О своём командном составе я могу сказать только хорошее. Преданные Родине, за которую в любую минуту готовы были пожертвовать жизнью, проникнутые горячей любовью к нашей, российской армии, высокой военной подготовке, многие с боевым стажем. Мой заместитель, командир первого взвода лейтенант Флегинский, исключительно храбрый офицер и, если так можно сказать, спортсмен в опасности. Это его качество немало меня беспокоило и заставляло довольно часто удерживать его буйные порывы. Командирами второго и третьего взводов были Надейн и Игнатьев в звании унтер-офицеров. Несправедливую оценку со стороны большого штаба и немецкого отдела связи получил последний, в действительности хороший командир взвода, правда, немного застенчивый, что и помешало ему выявить другие прекрасные качества. Я вынужден был расстаться с ним с сожалением, не имея возможности оказать ему заслуженную поддержку, по причинам, о которых укажу ниже. Остальной командный состав унтер-офицерского звания, не перечисляя фамилии, был на должной высоте. Ни одного случая не родения по службе, а наоборот, постоянное переусердствование, всегда и всюду проявляемая готовность к самопожертвованию, поразительная нравственная и физическая выносливость. Это были честно служившие люди, не поощряемые никакими наградами и производствами, находясь в положении рядовых за отсутствие унтер-офицерских вакансий в полку. Все эти 18 доблестных воинов, сплотившись вокруг своих командиров взводов и меня, составили крепкий костяк, благодаря которому рота смогла пережить все предстоящие ей испытания. Пусть каждый из них знает, что я, их командир, сохранил к ним самые лучшие чувства преданности. И если опыт советской роты и вышел неудачным, то в этом никто из них не ответственен, а только я всю вину беру на себя за то, что не сумел очистить закрузлую душу советского человека и вложить туда чувства любви к России и зажечь их огнем верности и преданности ей. «Свет благое не пронизал тьмы кромешной. Мои усилия оказались недостаточны». Попутно с обучением роты, производимым под наблюдением Хауптмана Ка, его помощника лейтенанта Зет, происходила подготовка офицерского состава в классах под руководством первого. На этих занятиях все офицеры гарнизона Баницы обязаны были присутствовать. Упомянув о себе в рассказе об отчислении командира третьего взвода, я постараюсь дать объяснение, почему это произошло без моего согласия. Оказалось, что я сам не удовлетворял немцев и особенно лейтенанта Зет. С ним у меня сложились холодные отношения. И именно потому, что тон его в роли учителя был крайне неделикатным, с оттенком полупрезрения к своим ученикам. И страсть играть роль, не считаясь с нашим прошлым. Он, любитель помпы, в моём присутствии лишён был права принимать команды для отдания ему чести. И скоро отношения наши сильно натянулись. И вполне возможно, я мог бы быть отчислен подобно Игнатьеву. Вполне определённые намёки я услышал однажды от покойного командира корпуса, генерала Штейфона, который вызвал меня в кабинет и во время разговора сказал, «Вы знаете, немцы не вполне довольны вами». На что я ответил, «В таком случае, ваше превосходительство, откомандируйте меня обратно в мой юнкерский взвод, мой любимый». Я вас назначил и доверил вам работу. О немцах говорю так, к слову. Не знаю, чем бы окончилась моя история, если бы не подвернулся удобный случай, повернувший мою репутацию в глазах немецких руководителей совсем в другую сторону». На одном из классных занятий наш руководитель, Хауптман Ка, обратился к присутствовавшим офицерам с предложением согласиться кому-либо вести занятия у ящика с песком, ну, то есть, стать тактическим руководителем. На это обращение последовало общее молчание и продолжительная заминка. «Конечно, все ожидали, что кто-нибудь из старых офицеров генерального штаба и даже в генеральских чинах выразит желание. Но, к сожалению, в этих рядах не последовало движение. И, конечно, потому, чтобы не уподобиться школьнику после долгих лет своего учительства». Взгляды присутствовавших пробежали по длинному ряду старших офицеров и дошли до нас, ротных командиров, полковника Кондратьева и меня. Переглянувшись с ним, я встал и заявил о своей готовности. Ничего сложного в роли не оказалось, с нею легко и лучше меня справились бы вышестоящие, но моральный успех для меня, несомненно, был большой. С этого дня я вырос в глазах немцев, а Хауптманка открыто перешел на мою сторону, всегда и во всем оказывая мне поддержку. После этого ни одного из тактических занятий в поле не происходило без моего участия в разборе, и моё мнение считалось решающим. Конец марта и весь апрель прошли в усиленной подготовке роты. Прошедшие прекрасную школу обучения в строевых частях Советской Армии, люди быстро усвоили премудрости Хинлегина и привлекли все симпатии своих инструкторов, которые гордились достигнутыми результатами, как в обучении, так и во внешнем виде роты. Не может быть на этот счёт двух мнений. Лицо роты отражало молодость, силу, здоровье, как полный контраст тому, что давали роты старых полков из пожилых контингентов. Немцы, занятые внешностью, были бессильны приподнять завесу душевного мира. Последним озабочены были мы, русские. Беседы, разговоры во время свободных часов, прогулки в город, посещение кино, присутствие на богослужениях, проповеди священников, лекции пропагандного отдела были средством воспитания, полагаясь на которые, мы ожидали благоприятных результатов, отторжения этих людей от коммунистической доктрины. Памятна всем посещение нашей русской церкви в одной из воскресных богослужений. Собственно говоря, это посещение было визитом всей русской колонии, которая с нетерпением ждала дорогих гостей и действительно встретила их тепло и по-братски. Каждый из присутствовавших пытался сказать что-нибудь лестное посетителям. Когда же рота с песнями двинулась обратно, многочисленная толпа устроила овации, и рота проходила вдоль шпалер ликующего народа, как бы устроив смотр будущей русской армии. Со всех сторон на этих баловней судьбы сыпались самые горячие симпатии и выражения братской близости. После окончания курса подготовки наша рота получила назначение в Иваницу. Прибывший командир третьего полка генерал Гонтарев произвел смотр роте и отдал приказание выступить на свой участок третьего мая. В своей речи обращенной к роте он отразил общую благожелательность и вообще выразил отеческую заботу, снабдив нас полностью всем необходимым. Третьего мая сорок третьего года на рассвете рота погрузилась на станции и к двенадцати часам прибыла на станцию Пожига, откуда походным порядком с мерами охранения двинулась к Иванице и там сменила седьмую роту. Таким образом началась боевая и сторожевая служба роты. Наш объект охраны составлял целый район, в который входили две фабрики и копи с целой системой оборудования. На каждый сектор назначался взвод. Штаб роты с отделением управления остановился на новой фабрике, охранявшейся вторым взводом. Задача, возложенная на роту, была безусловно ей непосильно. Обе фабрики, и старая, и новая, опирались на примитивные укрепления, собственно говоря, первая из причин. Они стояли одна от другой на расстоянии дальнего оружейного выстрела, с плохой из-за пересечённой местности видимостью, но зато копия находились в четырёх, пяти километрах в густом лесу, скрытые вдобавок за целым рядом от рогов гор с извилистыми ущельями. Ни на какую помощь взвод, охраняющий эти копии, рассчитывать не мог, и, конечно, был обречённым. С наступлением ночи взвод занимал своё укрепление и в полной боевой готовности охранял только себя, а свой объект охватить постами был не в состоянии, для чего потребовалось бы не меньше двух рот. Таким образом, нахождение взвода было абсурдным, но таковое удовлетворяло дирекцию рудника, привлекшую на свою сторону немцев. И сказанного видно, что рота нигде сильной быть не могла при таком распылённом расположении. Вдобавок, наш ближайший сосед, болгарский батальон с горной батареей, находился в самом городке Иваница в пяти километрах. На его помощь нельзя было рассчитывать прежде всего потому, что ночных действий он не признавал и не рисковал сняться с места, чтобы не попасть в засаду. Мы имели возможность в этом убедиться на примере. Во время одного из ночных нападений большого отряда партизан на наши телефонные тревожные гудки о поддержке нам и штаба батальона ответили, чтобы рота держалась до рассвета, с началом которого нам будет оказана помощь. Мы справились сами, а помощь так и не подошла. После смены и занятия своих объектов служба шла в образцовом порядке. Понемногу стали привыкать к новому укладу жизни. Довольствие улучшилось с прикомандированием роты на приварочное довольствие к болгарскому батальону. Противник находился далеко в горах, и мы чувствовали себя свободно, используя много свободного времени для занятий и стрельбы. По воскресеньям разрешалось группами с оружием ходить в городок Иваницу до вечерней переклички. Злоупотреблений разрешенными отлучками на первых порах не было. Беспокойства начались с третьего взвода. Командир взвода, поручик Тимченко, разрешил двум чинам взвода пройти в ближайшее сербское село за продуктами, но назад они не вернулись. Как мне объяснил командир взвода, оказавшись одновременно в этом же селе с группой партизан, они были захвачены, но после сопротивления, о чём свидетельствовали жители и взвод, слышавший отдалённые выстрелы. Объяснение правдоподобное, но для меня неубедительное. После этого случая я прекратил из района взвода хождение за продуктами, а сам ещё более усилил своих ходатайства о снятии взвода. Только стало сглаживаться первое неприятное событие, как произошло новое и большее по нашим масштабам. Ежедневно высылалось очередное отделение со своим командиром в ближайшую разведку, не дальше 6-8 километров, и каждый раз по новому маршруту. Благодаря этим разведкам получались сведения о группировках противника, и устанавливался контроль с населением, а вместе тем знакомство с ним и его настроениями, в большинстве враждебными. И вот накануне полкового праздника 21 мая в разведку ушёл лейтенант Флегинский с двумя отделениями. Ему уже не раз напоминалось мной о сроке возвращения, но он, увлекаясь своим делом, довольно часто запаздывал. Запоздал он и в этот раз, и вместо своей фабрики оказался раненым в Белградском госпитале. По агентурным сведениям было известно, что в районе расположения роты сосредоточилась банда в 400-500 человек с 20 пулемётами и одним бомбомётом. На пути в село Шолубари местные жители предупреждали лейтенантов Легинского, что около этого села сосредоточена вся банда. Таким образом, наша разведка знала совершенно точно силы противника, преграждавшего ей путь. Учтя обстановку, лейтенант Легинский не признал возможным уклониться от боя с врагом, превосходящим его силы более чем в 20 раз. Не признал возможным потому, что банда за последнее время всё больше и больше наглела, и уклонение от боя нашей разведки привело бы к снижению престижа русской воинской части. Лейтенант Легинский атаковал врага. Пользуясь огромным превосходством сил, банда окружила лейтенанта Легинского. Бой велся несколько часов с большим ожесточением. Будучи сам ранен и потеряв девять человек убитыми и четверо ранеными, лейтенант Легинский, нанеся врагу большие потери, при этом был убит главарь шайки, прорвал ручными гранатами и штыками кольцо окружения и в дальнейшем присоединился к своей роте. Дальнейшие сведения показали, что морально потрясённая боем с нашей разведкой, банда очистила занимаемый ею район и спешно двинулась в направлении на Капаоник. Во время этого боя был тяжело ранен в область позвоночного столба доблестный командир первого отделения унтер-офицер Александр Александрович Редькин, который, сознавая, что всё равно умрёт, не позволил вынести себя из боя, чтобы не задерживать других и собственно ручно взорвал себя ручной гранатой. На следующее утро рота, выступившая на место боя, могла убедиться в доблестном сопротивлении нашей разведки. Бой у села Шолу-Барри дал представление о моральной стойкости и успокоил меня в отношении боеспособности роты. Мы продолжали служить. Боль от только что полученных ран стала проходить и довольно спокойно мы дождались ротного праздника 12 сентября, которому мы хорошо подготовились, пригласив гостей, в том числе полковника Думского, представляющего командира батальона, и командира болгарского батальона с офицерами. Из штаба полка был прислан оркестр музыки. К этому времени состоялось моё примирение с директором фабрики. Они тоже были в числе почётных гостей. Праздник мы провели в хорошем настроении. Дирекция фабрики, польщённая приглашением и оказанным ей вниманием, ответила на следующий день обедом для всей роты, превзойдя нас количеством яств и выпивки. 3 октября ко мне явился сербский полицейский пристав и по секрету сообщил о нападении сегодняшней ночью. Все меры были приняты, а лейтенант Флегинский предупреждён. Со своей стороны он принял меры. Часовой, заметив подползающих партизан, дал выстрел, по которому взвод занял позицию и нападение было отражено с большими потерями для врага. Связь между штабом роты и новой фабрикой была прервана, так как последняя подверглась огневому нападению. Через два часа после начала боя я получил сообщение окружным путём по телеграфу из Кральева, переданное мне директором фабрики, что атака противника на старую фабрику отбита, в чём мы убедились, выслав разведку. В ноябре 43-го года роту сняли, переведя её в Звечины, на охрану воздушной дороги, на участке железной дороги от Косовска-Митровица до станции Банской. Штаб роты расположился в удобном фабричном посёлке у станции Звечины, а взводы заняли бункеры и казармы. За редким исключением жилые помещения оказались вполне удовлетворительными, но два взвода разбросались по группкам в соответствии с определённой численностью гарнизонов. Заняв свои новые объекты охраны, рота благополучно несла службу всю осень, зиму и весну 44-го года. Но наступил тревожный 44-й. Участились нападения на охраняемую железную дорогу. Начался отход германских армий из Греции. К этому времени из роты дезертировало 20 человек, чему весьма способствовало общее положение на фронтах. В виде отступления германских армий, чины роты окончательно потеряли веру в победу Германии. А желание избежать в будущем жестокой советской кары за сотрудничество с врагом толкало их на предательство и измену. При отходе из Рашки наша рота слилась седьмой и переименовалась в первую роту запасного батальона, причем весь советский состав роты образовал первый взвод этой новой роты. На походе был еще один случай побега, а затем скрылся и весь первый взвод. Чем и закончился печальный опыт нашей работы советским пополнением. Друзья, спасибо вам большое за прослушивание. На канале сейчас практически полностью отсутствует монетизация и все видео выходят при поддержке бустеров, спонсоров и донатеров. Буду благодарен вам, если вы присоединитесь к их числу по ссылкам в описании под видео. Спасибо! Продолжение следует...